в гостях у елены здравствуйте дорогие друзья вы на канале в гостях у елены и сегодня на моей кухне как я и обещала хочу поделиться с вами замечательным рецептом это жаркое по-молдавски жаркое это из рыбки традиционно моя бабушка делала это филе хека но что хочу сказать я буду сегодня делать из трески но я думаю что не менее вкусным вкусен будет этот рецепт очень любила к бабушке приезжать она делала из другой рыбы еще не обязательно только из хека но вообще в принципе молдавию делает из хека там нужно на один рецепт я конечно оставлю рецепт под видео обязательно 600 значит грамм хека две большие головки лука томатный соус там 34 столовые ложки сколько вы захотите у меня вот такой томатное пюре то есть готовое вы помните мы это с вами делали замораживали это вот формочка для льда потом я это все высыпала в пакет и замораживала очень мне нравится этот метод этот способ замечательный так 3 зубчика чесночка обязательно нужен рыбный бульон вот это тот момент когда я хочу вам сказать куда я использую мои замороженные бульоны именно когда вот нужно вот это да да и часто бывает я варю из плавничков то есть вот из главы и вот это вот от рыб когда не использую и отварю профильтрую через несколько слоев марли убираю контейнера и замораживаю для нужных мне как бы блюд в будущем также я делаю овощные бульоны различные что я готовлю никогда я ничего не выбрасываю а вот поэтому вот сейчас он мне лично и будет нужен значит идет масло сливочное идет вот я обжарила отдельно кусочки у меня они видите у меня в брикетах они были а если вы возьмете кусочками такими аккуратненькими готовы без костей то это будет очень хорошо это будет неплохо еще даже лучше вот обычно кусочками подается поджаривайте его отдельно складывайте на полотенце вот такое вот бумажное чтобы стекло стекла есть ну лично и лишний жир стек но я не жарю хорошо сильно я чуть-чуть только припускаю вот буквально видите как вот у меня и это неважно что тут он немножечко у меня вот такой вот был потому что бред я брикетах брала и вот он развалился вот так вот но есть тут конечно и вот и кусочки а вот и и дальше я вам буду показывать что будем с вами делать вот ну что же здесь вот у меня что значит я сделала как я уже сказала я пожарила рыбку дальше у меня здесь поджаривается и уже мне нужно добавить сюда вот этот вот томат томатный соус томатную пасту что вы захотите бабушка у меня добавляла томатную пасту а раньше как сейчас помню она была вот в таких вот жестяных банках как консервная такая банка это она покупала ее она раскладывала по баночкам помню наливала подсолнечное масло большущий слой и уносила в подвал ну а что такое подвал в молдавии в румынии вы и виталий вы наверно в курсе это под землей выкопанное помещение там ходить можно там как комната и там температура отличная для того чтобы сохранить все вот это и по сегодняшний день так все и хранят вот у меня старшая сестренка все все что было от бабушки от мамы все это сохранено в лучшем образе они именно такими рецептами и пользуются и это очень похвально мне очень нравится что они остались там это я одна так далеко уехала они все там поблизости румыния италия молдавия даже на украине есть то есть они очень близко там все в португалии есть но они опять-таки близки друг другу ну что же я добавила вот так вот у нас будет видите лучок сейчас вот эта томатная масса немножечко потушится и я добавлю сюда бульон который у меня размораживается я с вечера вынимаю и кладу на нижнюю полку холодильника там где у вас хранятся овощи и утром у меня все уже разморожено я взяла меньше рыбы поэтому у меня тут одна луковица то есть я поменьше взяла мне не надо много смотрите в чем же можно это делать естественно у меня бабушка делала в горшочках глиняных таких вот классных ну не будем заотрать внимание у кого есть тот знает я же делаю в керамических вот таких вот это кастрюлька прям называется написано это делаю я и которые не глазированные у меня разные кастрюли есть то есть формы кастрюли и можно сделать в одной большой форме вот в большой затем вы отварите пожалуйста рис пожалуйста картошку домашнюю пасту сделайте сверху из этого горшка вот этот вот простите вот это вот жаркое а вы насыпите и подадите в хорошем в хорошее блюдо можете также прямо вот так порционно подавать и вот эту значит формочку раз вы даете большую тарелку я сейчас вам примерно покажу как я подаю им очень нравится ну даже больше тарелка вот так эта тарелочка должна быть чистенькая вот так здесь вы подаете лапшу или еще что то но тарелка она большая обычно вот очень мне нравится в Молдавии вот этим летом я ела они на таких квадратных тарелках вот такие вот маленькие штучки очень красиво подаются я объедалась этим блюдом летом там вот в общем вот так можно и вот в этих я же сделаю и мне и моему любимому мужу вот такие кастрюлечки вот потому что потом мы всю эту красоту будем значит в духовочке томить все мои дорогие я сейчас отключусь чесночок почищу и вытащу бульончик рыбный он получается прозрачный прозрачный если правильно его варить итак я уже разложила по вот этим формочкам аккуратненько чесночину сейчас я вам покажу как убавила немножко огонь здесь у меня я нагрела бульончик вот стакан бульона посмотрите можно больше можно меньше то есть это уже как вам понравится и вот так вот таким вот образом сейчас постараюсь поближе вот так вот должно у вас быть видите чесночок черный перчик там вот также мы добавляем с вами сюда по одному лавровому листику вот так вот добавляем по лавровому листику очень хорошо значит в Молдавии еще многие кто любит острые добавляют вот такие перчики есть еще меньше если его разломать то будет очень острым но вся острота в красном остром перце находится в перегородках и в семенах если же вы разрежете даже сухой говоря уже о свежем и выньте всю эту трепуху оттуда и просто положите без всего сюда перчик то у вас будет слегка острое блюдо помните об этом дальше я очень люблю добавлять кориандр бабушка не добавляла потому я добавляю по чуть-чуть буквально мне очень нравится вкус кориандра просто обожаю я его и всех детей приучила и мне очень нравится значит здесь у меня тушится томатный соус с луком немножечко перчика так протру чтобы он пропитался лучочек запахом дальше дальше я выливаю сюда бульон бульон у меня горячий никогда не выливайте холодную воду или бульон кстати если у вас нет бульона забыла сказать то вы можете использовать просто воду кипяченую горячую воду потому что вы уже в горячее блюдо которое готовится на огне вы добавляете холодную и у вас прекращается процесс варенья и кипения и тяжело потом будет ждать пока закипит и это не главное главное то что поменяется вкус вашего блюда вот ну все теперь нам нужно будет посолить я всегда поверьте мне всегда на глаз солю и все всегда у меня нормально получается ну не знаю если лучше не досолить знаете лучше меньше чем пересолить и вот этот вот соус поскольку здесь томатная паста поскольку у вас томился здесь лук что хочу сказать лук не пережаривать до корочки а просто чтобы он был прозрачный чтобы он томился это очень важно вот и таким образом лук вместе с томатной пастой с бульоном рыбным либо водичка все это создаст такой вот густой соусный вид сейчас покипит все это несколько я не знаю ну минут пять не больше чтобы не разварился у нас лук а вот и все лук не нарезайте сюда мелко-мелко большими кубиками это тоже очень важно итак здесь чесночок лаврушечка значит кориандр черный перчик на низ теперь пока у нас здесь будет кипеть что мы с вами будем делать а мы с вами будем делать следующее мы будем раскладывать сюда рыбу я вот помельче кусочки сначала а потом покрупнее я не буду много делать потому что не хочется реально болеем сейчас и как бы не очень хочется но вот рыбу конечно когда мы болеем мы кушаем бульоны я делаю домашнюю лапшичку когда уже более-менее так хочется кушать кушаем бульончики и это очень-очень даже хорошо вот но эту рыбку тоже очень захотелось прямо уже на пике выздоровления так хорошенечко расправим можно ручкой взять ручки у нас потому что чистенькие и сюда вот рыбку вот так вот расставляем повторюсь что вы можете любую рыбу так сделать я просто говорю как по традиции как мы делаем и вот эти блюда можно подать на новый год каждому человеку и опять таки что хочу сказать здесь нужно будет сделать очень красиво я имею ввиду хочу сказать по красоту на праздничную что вы можете сделать кусочками рыбу это тоже немаловажно вот кусочек филе прямо красной рыбы можно можно но не знаю я не делала честно скажу что я придерживаюсь рецепта того который вот он есть изначально но просто некогда было пойти хек купить я хотела из хека делать а у меня в морозилке был брикет другой рыбки ничего страшного треска тоже хороша а вообще в принципе это делается из хека и вот этот вкус он у меня просто с детства вот я обязательно буду делать и так и так и сейчас могут многие сказать что это не новогодний рецепт потому что в этом году собака вот и она не любит рыбу нужно только мясные поверьте мне я в это не верю я даю рецепт для тех людей которые не верят которые смогут приготовить замечательное блюдо для своих родных и близких и гостей которые будут приглашать на праздник вот я придерживаюсь другого мнения я в гороскопы не верю ну что ж вот кипит и я уже понимаю что здесь уже густой бульончик у меня получился густой и теперь значит мы включаем духовку и духовочка у меня будет разогрета уже как бы пора она будет разогрета у меня до 200 градусов вот и я поставлю выпекать на ну немного ну примерно не знаю ну смотря какая рыба опять таки если кусками то больше но рыбу долго нельзя готовить ну примерно на 30 минут не меньше можно если у вас там не знаю какая плита как будет то можно и больше чтобы она разварилась жарко и она должна развариться но не перевариться в общем вот тут конечно нужно вам уже посмотреть вот как лучше рыбку здесь на огне просто на большом огне поджариваем чтобы вверх схватился чтобы белок этот схватился вверх и потом уже она будет доготавливаться рыба в духовке об этом помните что ее не нужно хорошо прямо таки жарить ее просто нужно на горячем прям вот в горячем этом сильно горячем масле с одной и с другой стороны и тут же убираете на полотенце чтоб стекла значит масло стекло и все его не нужно готовиться оно будет здесь здесь жаркое будет тушиться и готовиться ну что ж я вижу что уже пора выключаем здесь у меня духовка включена и теперь я буду потихонечку добавлять вот так чтобы у меня попадался и лук вот не только видите как густо посмотрите я надеюсь что там видно вот и это нужно как следует туда вот так вот чтобы лучочек пошел в дело вот расставляете аккуратненько вот так видите с лучком какая красота чтоб лук туда прошел вот так поправляете чтобы ваши горшочки были замечательно упакованы друзья мои перед тем как останется до готовки минут пять уберите уберите пожалуйста крышечку и давайте вашему жарковому поджариться это будет просто сказка поверьте мне вот все вот таким вот образом не переполняйте сильно горшочки дабы при кипении они не выкипали но что хочу сказать вы сначала положите значит вернее включите согрейте 200 градусов ну 220 чтобы согреть затем уже убавите значит газ 180 градусов и именно при этих 180 градусов будете тут там томить рыбу 30 тире ну до 50 девчонки больше ни в коем случае потому что ну я не знаю вашу духовку поверьте мне поэтому лучше пободрствовать и сделать меньше все мои дорогие я буду убирать вот эту вкуснятину сверху больше я ничего не добавляю поверьте мне ничего не нужно это классический такой вот рецепт не надо никаких сыров ничего просто будет томиться рыба в соусе и в таком большом обильном луке это просто сказка это замечательно это вкус моего детства и я очень верю в это и знаю что этот рецепт пойдет в вашу копилочку и вы попробуйте и тоже окунетесь в детство в сказочное мое детство WOW что ж ребят будем готовить и ждать я вам скажу за которое время вот эти маленькие горшочки приготовились в духовке кстати вот самое важное если будете запекать в маленьких горшочках значит время приготовления будет гораздо меньше если вы будете запекать в одном большом горшочке значит время приготовления будет увеличиваться в общем все, ждем мои маленькие горшочки естественно они приготовятся быстрее друзья мои, вот и готово наше замечательное блюдо это жаркое по-молдавски вообще-то должно быть из хека но сегодня из трески и это ничего страшного конечно горячее вот эти вот крышечки, вот здесь вот это черненькое реально не горячее, мне это очень понравилось вот так вот они получаются вот такими замечательными пожалуй вот так оставлю это очень красиво это очень вкусно вот так поставим красиво для двоих, это просто сказка посмотрите какая вкуснятина очень вкусно всем советую попробовать это замечательное жаркое но рыбка тоже очень любит украшения и мы с вами украсим вот такой вот зеленушечкой вот так посерединочке наше жаркое вот так вот так вот сделаем и можно естественно украсить замечательной нашей клюковкой как сейчас вот мы все болеем у нас вот с мужем вот это ОРЗ страшное ужасное поэтому я украшу и подам вот так красиво во-первых мои хорошие это поднимает нам настроение мы как я люблю всегда говорить что мы кушаем сначала глазками а затем у нас появляется аппетит потому что должно быть красиво чтобы захотеть потом скушать вот эту красоту вот так вот так вот мы украсим красиво вот так вот я подам моему любимому мужу и у нас ничего не будет никакого гарнира ничего а потому что нам не хочется я специально сразу вот ожидала что-нибудь для себя потому что болеем кушать не хочется и заодно и вам показать этот рецепт что ж мои друзья я очень была рада поделиться с вами таким замечательным рецептом я просто уверяю вас что приготовив однажды вы будете всегда готовить это замечательное блюдо и будете готовить его всегда с любовью мои хорошие с любовью вот такая красота и вкуснота получилась на этом я хочу с вами попрощаться и как всегда по традиции моего канала я желаю вам всего самого доброго самого хорошего мира счастья любви добра благополучия и конечно же хлеб и до хлеба будьте счастливы мои дорогие храните ваш очаг девочки любите своих мужей всегда устраивайте ему праздники когда он приходит тяжело может и не тяжелая работа то он хочет отдохнуть и устройте им такой вечерочек приготовьте вот это замечательное жаркое зажгите свечи мне кажется что эти свечи растают даже в сердце вашего мужа и все у вас будет хорошо пока пока до следующего видео